Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ Дом директора троллейбусного депо можно найти по проводам, уходящим в лесопарковую зону. Это сейчас прям серьезно, я имею в виду. Это уже не видосик, это бедосик, да? Да. И не смешивайся. Мы почему плохо жили? Потому что, возможно, у нас был газ ниже женой. Доброе утро. Сегодня в эфире очередной выпуск нашей юмористической передачи «Три кандидата». И в гостях у нас сегодня Василий Опасов. Это не просто классный журналист, но еще большой друг нашей передачи. И в целом ведущий очень крутых телевизионных ток-шоу. На канале, который мы вам потом скажем. И ютуб-каналы. Да. А еще это утро нам делает добрым, бодрым и таким вот опасовым кофе «Эль Кафино». Блин, у вас еще и так... Спасибо за «Эль Кафино». Да-да-да. Хорошо. Так, Василий, а ты сегодня как доехал на нашу передачу? На метро? Нет. Потому что у нас новость недели, что наконец в Киеве запустился общественный транспорт в виде подземки. Да ты что? Да. Кричко открыл 52 станции? Чего не делали до него никто еще. В один день 52 станции. Нет, это прикольная штука. Собянин делал, 40 станций открывал. За год. Но не за день. Это же вынужденная мера. То есть невозможно запустить бизнес и не запустить метро. Ну человеку физически никаким образом добраться туда нельзя. С другой стороны, у меня ребята, которые активно пользуются, у которых метро возле дома и возле работы, кому действительно удобно на нем добираться, они говорят, что мало людей ездит. Вот прям очень мало людей. Очень мало. На самом деле многие ждали, что с окончанием карантина одна станция метро будет названа пандемия. Как вы считаете, это прекрасно? Каждая вторая. Нет, эти фотографии я видел, это действительно очень смешно. Не знаю, кстати, вы показываете или не показываете. Можно же показать, да? Конечно. Вообще классно будет. Но мне кажется, паническая вот эта вот атака, которая производилась на граждан, она сыграла свою роль. Может быть, она и позитивно сейчас играет, да? Потому что нет перегруза, да? Пик вот такого щелчка. То есть запугали общество. Да, запугали. Ну действительно есть люди. Вот у меня соведущего там мама, она говорит, что типа подожду. Я посмотрю, как они там через две недели. В метро появились наклейки, соблюдайте социальную дистанцию, держите полтора метра. Сразу видно, кто же ездил. Все в масочках, очень многие даже в перчаточках. Поэтому в скафандрах все люди очень-очень заботятся. У нас тут есть, кстати, классная картинка, сейчас нам покажет режиссер, о том, как менялась точка зрения министра здравоохранения, который с новостной ленты, да, в 9.50 сказал, помьякшение карантину в Киеве не можливо. Вот, а буквально, вот, кстати, да, видно сзади. А уже через два часа в 11.47 сказал Степанов, Киев может послабить карантин. Что случилось? За два часа человек прошел путь глубокого внутреннего перерождения. Я не знаю, есть люди, которые встают рано, есть, которые не рано. У человека, который обычно встает попозже, да, если его заставляют подняться очень рано, он в плохом настроении. Он говорит, да идите, вы знаете, куда сосунем, не будет никакого послабления. Написал там Маше, напиши, пожалуйста, не будет им ничего. Потом поел человек, ему кто-то принес кофе. Может быть, даже ваша... Улыбнулась Маша. Да, видишь, как я вам интеграцию туда жик и завернул. Вот, может быть, он поел, да, все хорошо у него, там, ребенок, может быть, оценку классную показал в школе, он думает, ай, ладно. То есть ты не допускаешь, что его вызвали на ковер, провели с ним жесткую беседу. Кто? Ну, как, градоначальник, он же требовал открыть метод. Слушайте, у них действительно там, ну, такая ерунда происходит. То есть есть приблизительная дата, когда все должно запуститься, да. Но у нас же выходные, и это день Киева, понимаете ли, праздник. А как это можно запустить с понедельника, а не с выходных ТРЦ? Поэтому собрались, наверное, владельцы ТРЦ. То есть ты хочешь сказать, что очень много решений бездат. Такие бездатые решения. Бездатые решения, почему нет? Вот так. Бездарные иногда, но и бездатые тоже. Да, есть, кстати, тоже еще классная мемчик, такая картиночка, как киевляне в первый день открытия метро. Сейчас, это, кстати, к вопросу Алексея, который там был. Да. Алексей, ты говоришь, людей мало, а вот таких празднований столов, там, застольей в вагонах не наблюдается? Нет, вообще, знаешь, не так много проблем с открытием или закрытием, как с тем, какие нормы, например, предостережения прописывает наш кабин. То есть иногда они там на голову не наладят, да? Они не должны наладить. То есть, когда ТРЦ, там, открывают или большие магазины, обязательно сказали, температурный скрининг нужен. Во-первых, это с медицинской точки зрения абсолютная ерунда, температурный скрининг, потому что человек не обязательно должен ходить с температурой 40. Если у вас температура 40, вам, наверное, пойти за штанишками, в принципе, и не сильно хочется, понимаешь? Там как бы в сторону другую надо двигаться. Но градусники эти, вот сколько нам в эфир выводили журналистов, я не видел 36,6 ни одного раза. 34, 35. То есть, 33,5. То есть, у человека надо просто схватить и госпитализировать моментально. У него температура... Абсолютно здоровых нет, есть недообследованные. Вот это градусник и последовательство. Скажите, спасибо, что вас в ТЦ не будут мерить ректально температуру. Ведь всякомоглубы. А почему? Может, кому-то и хотелось? Процедурная комната? Потому что развлекательная часть в ТЦ не работает, вот вам и развлечение. Ну, а почему нет? Ну, вообще много очень глупостей. И расстояние вот это вот 10 квадратных метров на человека. То есть, где-то это можно позволить, где-то нельзя. Ну, как в аптеку, по одному будут заходить, в ТРЦ. Непонятно. То есть, ТРЦ – это огромный какой-то такой вот ангар, да, в котором находятся эти ряды. Почему там нельзя находиться, а можно находиться, например, в маршрутке? Вот, смотри, поляки разрешают концерты. Очень интересно было, что начали думать, как в театрах реализовывать. Вот, допустим, в оперном театре, да, театр и оперный балет. Говорит, вот как в оркестровой яме, говорит, как рассадить музыкантов. Знаешь, говорит, сегодня у нас только скрипочки, а завтра появится тромбон. Ты их не можешь рассадить по-другому. У них нет этого расстояния. Как это? Место зрителей можно их еще рассадить. А, правильно, азарь. Очень много таких глупостей, и они просто нелогичны с точки зрения со своей. Это как с собачкой погулять можно, а с ребенком нет? Василий, так может быть, это не рассчитано, что оно должно быть логично? Это было специально на голову, не должно навазить. Приходят в эфир, не буду говорить фамилию, чиновник из Киеврады, да? И это был тот момент, когда сказали, что можно ходить в кафе, но подвое. И вот стоит человек, он же чиновником не просто стал, он, наверное, в школу ходил, после этого в институт какой-то. В школу чиновников. Ключевое слово «наверное». «Наверное», ну, мне хочется в это верить, то есть он грамотно говорит, то есть никаких признаков. У него там диплом «наверное», и он стал чиновником. Я ему говорю, давайте порассуждаем. У вас есть жена и ребенок, например, да, или два ребенка. В кафе можно ходить, подвое. Утром тянешь соломинку, кто идет. Вот. Твоя очередь. Как определить, ты сегодня ребенка кормишь или жену в кафе, например, да? Или вот как вы объясняете своему ребенку, я, кстати, к нему так и зашел с вопроса, говорю, расскажите, пожалуйста, на своем опыте, как вы объясняете ребенку, что он с вами сегодня, Коля, в кафе не идет. Не гуляет. Или сидит за отдельным столом. Или сидит за отдельным столом. Это вообще катастрофа. Вот вам детский стол. Люди живут в одной квартире, а за одним столом на улице им сидеть невозможно. И что нам нельзя? Вот. Я не буду это рыдать. А решение-то поменялось? Это действительно так. Теперь же можно. А потом через несколько дней до них дошло. Видно, кто-то чиновник пошел с ребенком и говорит, блин, да, если посчитать, то у нас трое. То есть слева направо считать или справа налево все равно двое. У нас никак не выходит. В развитии темы. Укрзалезницы відновляют рух 14 потягів с 1 червня. Але продаж здействуется лише на 50% в місць. Тобто в вагонах будет дотримоваться социальной дистанции. Ребята, мне кажется, пора. То есть или верхние полки в флоткарте, или нижние. Все в общий вагон обязательно. Как там? 50% в місць? Да. Василий, вы чувствуете, как его теперь надо назвать? Ну так, вот через одно. Ребята, ребята, Укрзалезницы. Вы чувствуете, реформа пошла? Или у кого-то верхний, у кого-то низний. Залезницы. У кого-то сверху, у кого-то снизу. Ну подожди, смотри. Вот так, вот так, в шахматном порядке. У нас есть вагон. Если мы говорим про сидячие места, давайте рассуждать логически. То есть у нас вот есть вагон, в нем какие-то ряды стоят и какое-то количество сидячих мест. Мы там находимся 5 часов, например, да, если едем там в Львово, в Львово-Диасу, ну плюс-минус. Да. Какая разница, вот так мы сидим или вот так шахматкой? Мы же дышим. Ну вот какая разница, мы в одном вагоне находимся. Ты скажи спасибо, что тебе не надо отделить пассажиров. По-разделительной какой-нибудь, да. Может, там кислородные масочки будут попадать. Не, ну оно как бы шутки с шутками, но с другой стороны, ну ерунда, оно не будет работать. Ну хорошо, будет себе в убыток работать только залезница. Ну очень классно. Но это некоторое время. А потом они все равно всех запустят. Кстати, говорят, что мы и летать будем точно так же, через одного сидеть. Да чего, давайте по самолету выдадим. Вообще. По ракете, по ракете. Хочешь, лети. Я даже знаю тех людей, которые могут это сделать. По спейс-ху, это прикольно. Я же эту новость вам приготовил еще. Давай, ты пришел со своей. Рассказывай. Да, я пришел со своей новостью. Это самая замечательная новость. Она где-то смешная, а где-то нет. Это о том, что погода помешала маску запустить своих астронавтов. Я даже скрин сделал, специально, чтобы прочитать. Первый за много лет старт американских астронавтов с американской территории не состоялся. Потому что запуск перенесли из-за плохой погоды. Следующее пусковое окно откроется там позже. И самое интересное, что в этом всем они же не летали десятилетиями. То есть у них вся Америка и вообще весь мир следил за этой трансляцией. Можно еще телеправа продать. Да, если у вас сейчас возник вопрос, допустим, каким образом американцы попадали в космос, то есть они покупали места на МКС. За 80 миллионов одно место. За вот эти вот последние годы эта программа, то есть 4 миллиарда им обошлась. Просто покупка кресел. Это вам про Укрзалезницу, да, доходности. Вот что строить надо на самом деле, отправлять. И космодром на чайки. Но мне в этой новости понравилось совершенно другое. Весь мир смотрит. НАСА серьезная же организация. Они что-то веников не вяжут. Конечно. Вроде. И не рассчитали, что тучи будут. Дональд Трамп прилетел. У нас конференцию президента пинали за то, что под открытым небом сделали. Не посмотрели прогноз погоды. Там целая НАСА, целая ракета. Понимаешь, сидят астронавты, уже все, кулачки зажали. И две минуты до запуска. У них уже жены в магазин пошли, понимаешь, мужья, все, улетели. А они раз и обратно дожили. И такие... Алексей, ты чего пришел? Он говорит, тучи. То есть, оказывается, дождь не только мешает киевлянам, когда заливают город, и пробки образуются. Он еще и маску запретил полет в космос. Вы чувствуете, что к нам пришел гость не только со своей новостью, но и со своим новостным сайтом. Это уникально, понимаешь, когда ты можешь... Мне еще понравилось, как Василий сказал, американские космонавты с американской территории. Нет, почему я так сказал? А помешала американская туча. Туча американская. Нет. Нет, помешали демократы, я думаю. Они все срывают. Они не американские, понимаешь? Поэтому они помешали, да. То есть, мы же не знаем про технологии. А откуда эти тучи там прилетели? Конечно, Дональд там скажет, да, нам помешали китайские тучи. Китайские тучи? Кстати, да. Может быть, Китайские тучи. За две минуты. Кстати, мне еще непонятно, почему через тучи нельзя пролетать. То есть, самолетам можно, а ракетам нельзя. То ли там очень плотные тучи. Это только потому, что наш премьер-министр Шмыган не открыл воздушное пространство. Поэтому и нельзя никому летать. Конечно. Подожди, а космонавты, которые вылетают, это зарабетчане или нет? То есть, они же, в принципе, за пределы Соединенных Штатов вылетают. Это вообще была удаленка, которая не состоялась. И хотели отправить туда работать? На клубнику есть на планеты? И хотели туда работать, отправить? А может, они клубнику на планеты едут сажать? Вы помните фильм «Прекрасный марсиане», как на Марсе можно было картофель сажать? А как у них там социальная дистанция в этом? На МХС? Шаттли вообще, где там они летят. Никак. А это интересно. Простынка повесена. Блин, если человек отправить, у него там хлопок коронавирус. У всех, и у всех такой. И оттуда прям в Александровскую. Никого не надо возвращать. Пусть вот там они сидят. Еще 80 миллионов долларов, надо отправить до страната. Ульяну Супрун можно отправить, не она их полечит. Нет, это был бы просто самый чистый эксперимент в истории. У нас была Diamond Princess, где 1% был смертности. И вот теперь у нас был бы тогда МКС, где мы могли бы закрыть их там, смотреть, что там с ними происходит. Месяц. Нет, вообще, штука очень серьезная. Но уживает ли коронавирус в космосе? Вы представьте себе масштаб экономических вот этих затрат на вот эту подготовку. Уже сидят в ракете, это там двигатели разогрели. Жонышки в супермаркеты. Да, жонышки в супермаркеты. И оно раз, и не летит, потому что туча. Подружкам написала, мой улетел. Трамп уже третий раз третий, этот твитс выстирает, потому что не улетела. Не, блин, маску же вообще не везет, вот почему-то, да? Помнишь, у него там... А потому что у него не фамилия Маск. Вы сейчас маскам вообще не везет. В этом, в этом. Конечно, в этом причина исключительно. Кстати, он в маске, понимаешь? Он же против карантина. Он же ковид-диссидент. А, то есть он. Серьезно. Серьезно, да? Он не носит маску, потому что он и сам маска, понимаешь? Чтобы быть маской, надо думать как маска. Он считал, что все преувеличено, это все глупости. А вы как считаете, преувеличено? Это все глупости. Вы салоном, маском или против? У нас еще есть очень смешная тема. Давай. Про нее нельзя забыть. Это про то, как в среду ГБР штурмовало музей с картинами Порошенко. Круто. Да. У кого-то... Мы тоже готовились, не только ты. Как минимум. Так вот. Даже есть видео. Не, ну красиво, че. Это, конечно, видео не Апендиус, но конкурируйся. Я не понятно, почему вы взяли это видео. Здесь вообще необъективно все показано. Вот. В музее Гончарав Петр Алексеевич Порошенко привез 43 картины. Таких очень патриотических художников. Художников, как Айвазовский, Суриков, Репин, Глазунов. Ну и такой еще тоже... А Паярков был? Подавившийся патриот, как Бино. Кирилл, а Паярков? А картин-то Паяркова, главного последователя Петра Алексеевича, это не было? Паяркова вывез, наверное. То есть современного искусства недоступно массу. Подождите, это будет следующая выставка, вы не подсказываете. Ага, то есть это где будет? Прямо в машине Паяркова? И по городу будет возить? В общем, что ты про это думаешь, Василий? Это постановка была? Почему называют художники-передвижники? Они свои картины просто на машины свои вешали и ездили. Ну, правда, вообще, знаешь, сошлись два несчастья в одном месте, мне так кажется. У нас же как все началось? У нас скандал с пленками, да? То есть все такие сидят, думают, нифига себе, целый президент Порошенко, целому вице-президенту Байдену отчитывается о том, что там поднял тарифы, уволил Шокина, и все думают, вот сейчас ГБР за него схватится. И как начнет этот барнирок, этого Порошенко закручивать. И действительно, на следующий день что мы слышим? Повесточка вызывает его, правда, в качестве свидетеля в видеоролике. Вот, вот это для меня было непонятно. Если кто-то видел этот видеоролик, там надо посмотреть, там и на начальном, и на конечном слайде так вот прям написано, что свидетель. Типа, не бойся ты, мужик. Порошенко сказал, видосики ГБР, это так красиво. Ну, это просто. Ну, мило же, видосики. Вот здесь я с ним полностью согласен, да. Но вызывает его не по тому делу, по которому всем хотелось, не по пленкам, а по вывозу картин. Ну, что нашли, то и было. И тут для меня, например, было непонятно, вывоз или ввоз? Потому что Порошенко говорит ввоз, а не говорят вывоз? Ну, ладно, это другая штука. Ввоз, это Шумерная организация охраны здоровья? Да. То есть он вывозит. Ввоз картины. А дальше начинается целое кино. Порошенко, возможно, подумав, ну его нафиг, может быть, они ко мне домой придут, решил, пускай они придут лучше в музей. И вывозит эти картины в музей. Решил бить на опережение. Тем самым здорово троллит ГБР. С другой стороны, ГБР-то ему повестку действительно в руки не привезло? Жене дали. Ну, а почему до этого нельзя было повестку не в Фейсбуке, а в Победу? У нас есть это видео, кстати, как ему повесточку сейчас покажут. Да, покажите обязательно. Как ее. Видосик. По интернету его вызвали. Видосик. Терминал поведомления про выглых ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Порошенко, П.А. И последнее слово, как свиток. И такая драматическая музыка. Это уже не видосик, это бедосик. Да. И смотри, а дальше очень интересное кино начинается, когда ГБР приезжает. Да не все сразу, спокойнее. Да, как свитка. Все правильно. А Порошенко такой думает, они в Собовском ко мне домой рано или поздно придут, так я лучше картины перепрячу в музей. А дальше начинается кино, приезжает спецназ, зачем, непонятно. То есть, если у меня журналист пришел и нашел Порошенко и задал ему вопрос, то еще так же мог его найти, мне кажется, и ГБР. То есть, если не может, пускай ГБР нам даст повестки. Кстати. И мы просто передадим. Кстати, а это было тоже креативно, первое новостное агентство, которое еще повестки вручает. Да. То есть, дайте нам комментарий, и тут так... Пришел. Повесточка. Как бы мы можем. В Верховную Раду на погоджевальный пришел совет, и каждому там, всех объявляет, благоествующих. Зато, интересно, как спецназ противостоял работникам музея. То есть, спецназ, вооруженный весь до зубов, да, пришел там. Вот, с другой стороны, сотрудники музея, вооружившись депутатами европейской солидарности, им противостояли. Это, кстати, тоже оружие и щиток. Тоже, как бы, тяжелый предмет. Вот. И начинают друг друга вот это вот толкаться. Ну, хорошо, ворвались они туда, передали эту повестку, а что дальше? И что? И что в итоге? Марина Порошенко ставила вскорбную. Вот это, кстати, прикольно было, как Петр Порошенко убежал и оставил Марину. Не растерялся. Нет, а тебе не порадовало Геращенко и Малорус? Мне сказали, что Геращенко не радует, в принципе. Ну, а как бы обвинение оппонентов и название их. Малоросами. Слушай, а чего? После художников-то передвижников, когда у тебя и Вазовский в одном кармане, и Бенуа, и Репин в другом. Нормально все. Я вообще не удивляюсь, потому что, допустим, когда наш журналист подошел, он в стриме был, в прямом эфире, и Петр Пороженко спросил, говорит, а почему вы не пришли на допрос? И нам ответили, почему он не пришел на допрос. Потому что мы все врем, и агенты Кремля. И как бы мы поняли и ушли. Ну, все. Все понятно. Вот такое было объяснение. Причем он вообще не понимал, кто к нему подходит. Не важно. Это универсальный тезис, его можно вести. И главное, что вы все врете. Так и пленки Байдена-то тоже агенты Кремля делали, понимаешь? То есть, понимаешь, у меня складывается впечатление, что одни делают вид, что они его догоняют, а он делает вид, что он от них убегает. И вот им так нравится и комфортно в этом все существовать. Как говорила Ирина Герасенко на одном ток-шоу недавно. Здесь в студии собрались одни пропагандисты, кроме Шустера. Но мне кажется, что с другой стороны мы можем сделать вывод. А, Порошенко очень опасается, что придут к нему домой. И я так понимаю, что он опасается, что идут в известную фреску. Со служебной собакой. Подожди, я думаю, что он боится, что найдут свежий альбом рэпера Фейса. В домашнем архиве. Или рэпера Фейса найдут. Или просто рэпера Фейса. Лично. Который заблудился там с последнего корпоратива. Нет, и можно вообще у него дом такой, знаете, там собираются все, кто запрещен, вот там они и кучкаются. То есть там резервация. И они сидят, как партизану землянки, и поют запрещенные песни. Ну потому что, помните, он же строил вот этот дом, я помню, даже когда-то были на «Украинской правде» еще об этом репортажи, что этот дом напоминает белый дом по внешнему виду. Кому? Порошенко? Порошенко, да. Серьезно, он напоминает по внешнему виду? А Порошенко сам себе напоминает об Раму, да? То есть заходишь, а там такой карманный трамп живет еще. Я не знаю, ну гигантизм у людей, мания, мания. Ладно, раз мы вспомнили про Порошенко, вспомним мы про его любимого Арсения Петровича Яценюка. Класс. «Слуги народа» требуют объяснить, что Яценюк делал на брифинге с Аваковым и со Шмыгалем в Черновцах. В общем, ряд депутатов от «Слуг народа» подписали обращение к премьерам, чтобы он объяснил, на каких условиях Арсений Петрович пребывал на правительственном брифинге в Черновцах. Вот, собственно, что ты думаешь? Яценюк случайно попал туда, или он просочился? Ну, смотри, просочился. В селье какую-то пролез. Почему он там появился? Потому что Арсений Петрович пытается просочиться обратно в украинскую политику. Я думала, обратно в Черновцы просочиться. Сам по себе он не взлетаем, сила его политическая не взлетаема, то есть огромное количество ресурсов у него для этого нету, чтобы свободы, вернее, есть, но не будет он их вкладывать сам, какой же дурак, сам вкладывает свои ресурсы. Вот, поэтому он примкнул, ну и сейчас пытаются его активно трудоустроить. Почему он уже же разговаривает о том, что он, может быть, стоит главой нацбанка? Вот. Я не понимаю, откровенно, политику кадровую. Почему? Потому что я все перекладываю на более простые примеры. Вот у вас есть компания, да? Да. Вы берете, у вас там много отделов разных. Вы ставите человека начальником отдела логистики, и он работает откровенно хреново. У вас ничего никуда не едет, везде все опаздывает. Вот вы его снимаете и думаете, блин, наверное, он классно будет руководить экономическим отделом, да? Пусть попробуют. Давайте его экономическим, и там у него не получается. Ну хорошо, ну все, но вице-президент компании, ну 100%, вот там у него выйдет. И то же самое с этим. Там не вышла в наглядовую раду. Всех в наглядовую раду. Если человек руководил правительством, и не удовлетворила его работа, да, и к нему были вопросы, его оттуда сняли, то почему ему нужно дать руководить пищевармак? Кстати, у нас даже есть видео, чтобы люди вспомнили, как я ценюк выглядит, как он там в черноса появился. Напомню, он такой, как Шмыгаль, но чуть-чуть другой. Я думаю, что люди помнят, как выглядит. А может быть, Арсен Борисович просто перепутал Шмыгаля Яценюка? Вот, видите? Сейчас живой Арсенюк. А у нас каких-то еще поди, разбери, кто из них Яценюк. Он такой думает, так это же со мной Шмыгаль. А тут такой Яценюк так, оп, маски. Не, они думали, два Шмыгаля. Два Шмыгаля, кстати. Два Шмыгаля лучше, чем один. И попробуй разбери, попробуй разбери, кто это. Видишь, в хорошей форме, стройный до сих пор. До сих пор. Так что, не меняюсь. А может быть, действительно, у них есть как бы Шмыгаль номер один и Шмыгаль номер два. Это верхняя и нижняя неделя, знаешь, когда это как бы. Нет, это до обеда, а тут после обеда. И просто Баков случайно его так забрал, думает, ну Шмыгаль, сам премьер-министр со мной. Дублером. Глядя сейчас на решение нашего правительства, иногда есть ощущение легкое, что не Яценюк, это второй Шмыгаль, а Шмыгаль, это второй Яценюк. На самом деле, мы уже говорили про театр. В театр. В театральной труппе есть же первый состав и второй состав. Так и в кабине надо сделать первый состав основной. И второй, ну вот не просто Дублера. Они просто, а смена, мало ли, заболел. Который иногда ездит за границей. В период коронавируса вообще хорошо. Нет, согласись. И группа продленки, это гончарук на всякий пожарный. Ухажет на самогатель. А что вы думаете, вообще нормально, в Черновцы кого? Пысится, Юг едет. Там опасно. Там опасно, я не хочу. Вернется, посмотрим две недели, и я съезжу. Пока он там на обсервации, я поработаю. А там люди не разберут. Если серьезно, медийно накачивает персонажа, то есть он же не вылазит там с определенных телеэфиров. Да, ну надувает ему рейтинг, действительно. Но он только не вшире, а вверх растет. Выпад забыли, поэтому каждый раз надо повторять. Вижу Юценюка, там не вижу стену. Вот такие вещи, оно помогает от заговора этого медийного. Но мне кажется, наоборот, он раздражающий. Вот так вот. Его вытягивают, и он так... Ну, ребята, вы же сами прекрасно знаете, что достают кого-то через время, блин. Потом он ходит по эфирам с глазами какающей собаки, понимаешь? Объясняют это всем. И вот все такие думают, блин, ну вроде ж умный мужик. Но может ему все-таки мешали? Да, мешали. Ну, давай, ну, мешало что-то. Ну, пусть чем-то маленьким руководит, нацбанком. Ну, мы знаем, что танцору мешает. А что плохому премьер-министру может мешать? Рейтинг? Рейтинг. Танцор. 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 Рейтинг. Кстати, раз мы уже начали за Авакова... У тебя и про танцоров есть? То у нас и про Авакова имеется. И про Авакова. Да, Аваков создал секретный департамент национальной полиции вместо экономического. То есть это у него же какое-то там... Это переименование? Или это другая подразделение? Ты еще прочитай, как он называется, это секретный департамент. Я этого не знаю, кстати. Так вот. Шедевральное название. В национальной полиции организовали департамент защиты интересов общества и государства. Однако информация о его структуре, количестве составов, функциях и полномочия засекречена. То есть, во-первых, общество и государство, оно же в одном департаменте. А где департамент один? Интересов защиты общества и государства? Так это же целое... Защита общества от государства. Нет, там через запятую. Государство от общества смешнее. А там через запятую. Общество и государство. Они бы сейчас называли там защиту власти и денег, например. что вообще вот образование по названию функции этого департамента они шире чем вред функции мвд естественно это все подумайте защиту это вообще все вместе вообще на самом деле ребята переименование это тренд недели там же у нас тоже готовился мы видим до кирилл что там у нас получается до нас это называется сакашвили переименовал над совет реформ в офис простых решений и результатов но переименовал только фейсбуке и пока что зеленским очень запретил переименовать штатное расписание еще раз результатов простых простых решений и результатов и защиты общества защищать миккил николозович все говорили что ничего не будет делать вот пошло как бы пошло название странам же но это же первое решение ну то есть нельзя по первому решить ему дали пароль от фейсбука все-таки доверили он умеет переименовывать ну подожди мы же помним эту ситуацию он добрался в эти функции фейсбука страничка кулебы и этого господи и пристайка у них там пароли им выдали не выдали они когда менялись им и страницы в наследство доставались вот и здесь серьезно так и здесь тоже просто пришел тебе пароль фейсбука дали доверили значит уже можно будет решение наверняка то есть это это начало то есть дальше можно instagram еще есть телеграмм можно открыть можно бедность переименовать богатство достаток можно это извините меня уже реформа все стерпит эта реформа орал как писал война это мир да видишь вот умные люди друг я думаю не случайно сидит на самом деле то есть можно еще саду в перемогу переименовать а в принципе а почему бы нет запретить просто законодательном уровне слова бедность а министерство зрады давайте сделаем серьезно что когда-то был прекрасный николаевской области департамент счастья да он к сожалению почему будет ликвидировали но он был объединенных арабских эмиратах и в николаевской области в таджикистане запретили вообще говорить слово к вид 19 коронавирус эффективное решение эффективно почему не было не назвать просто департамент счастья простых решений и счастья департамент бе-бе-бе ну зачем ты забегаешь вперед не подсказываем ответ человеку еще же придут скажет что вы делаете он говорит мы думаем над департаментом счастья кстати как бы в чем проблема он говорит мы выбираем аватарку ищем счастье каждый человек ведь должен его не просто искать еще и найти за май за работу переименовалась а за июнь можно взяться за департамент счастья а до этого сакашвили искал себя сотрудников через ребят мне кажется нет надо знаете что это был не он телеграм-канал создать а лучше вайбер-группу счастье и рассылать письма письма счастья от сакашвили игорь отправь десяти друзьям иначе не будет счастье вот тебе простое решение еще раз то результат и открытки на празднике раздавать через вайбер простой решение полю результат она сакашвили изображать там он есть что-то там он что-то еще так поздравляем с плоскнул правда я знаю что первое получил это письмо счастья пеха получил письмо счастья наши любимые министр юстиции малюська с ним то что он постоянно в журналистам дожаловался это корректно сказано о том что ему очень мало платят было мальчик как говорит зарплату фамилия дискредитирует мою оплату труда но фамилия с не могу меня это потому что я же рада назначил поэтому малюськи начислили за последний месяц оклад в три раза больше 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 чем много это был как это сколько 30 тысяч гривен это оклад до этого было 17 а премия проблеме он скромно молчал они тут тут кстати написано что с премиями получилась 61 60 ну как ну слушай во время карантина некая зарплаты некоторые его коллеги как бородянский там по 200 по 300 тысяч как-то было до карантина фишка другая это же не всегда зрители это знают у них есть оклад у них до премия а потом по над нормой а потом за вредность работы а потом же у них еще можно взбрать материальную помощь на как-то там благоустройство или как-то она там называется то есть на ремонт в квартире еще на какую-то ерунду то есть там можно снимать государства немаловажно потому что министр что должен смотреть смотреть и следить за всем особенно в субботу в 11 утра на карте смотреть конечно да он и смотрит я прям вижу его он такие вон вешал глазки такие малюсенькие это почему я такой раньше злой был у меня зарплата была маленькая велосипеда не было а теперь а вообще зачем малюсенький дом скажите вы уже свой с собой вообще малюска как министр он может кабинет который активно занялся принтер саркой мне кажется активно к чему-то готовится до подыскивает между прочим вы облагораживает налаживает там быт до еду еду с он готовится до воду пробуется вот между прочим в какой-то области где-то на неделе прочитал новость начали капитальный ремонт сизо вот да причем там 37 бассейн сделают наконец-то швырнули туда на реконструкцию бассейн бассейн телевизор платные камеры сделали вот да уже еду потестировал же сказал же что больше не вкусная кашка это мне напоминает старый анекдот когда два чиновника один один спрашивает а почему в этом году выделили на школы в три раза меньше чем на пенитенциарную систему но ты же понимаешь что в нашем возрасте школа . не ну с одной стороны как бы неплохо чтобы там разрулись с другой стороны меня тут платная система камеры она немножко меня пугает особенно меня пугает когда это сейчас прям серьезно я имею ввиду когда в частные руки отдают тюрьма в штатах таких много и от это очень много людей страдает конечно что это становится бизнес и есть заинтересованное лицо для того чтобы вас туда посадить да и это уже очень плохо потому что это кстати лидирует вместе с китаем по количеству преступников мире сидящих в тюрьмах даже больше чем в китае вот хотя в какой китай население украины а может деньги которые на благоустрии который берет себе на благоустройство направляет сразу на камеру может он просто не квартиру там новым монитором или телевизором оснащает а как раз камеру вы просто есть с моей зарплаты не пенсионный фонд а вот на лукьянов на ремонт лукьяновка тоже порядок надо наводить конечно хочешь не хочешь там катастрофа потом какой-то себя от меня проект вообще снести это лукьяновская сизо что-то центр почти города там можно застроить все высоточками ну как любят а кстати а вы за или нет вот например переноса сизо из центра города я нет нужно в центре города историческое сизо да там камеры по 10 тысяч гривен в месяц молюсь сказать потому что это центр города нет это просто когда ты пишешь возле метро дополнительные у тебя вкладывать деньги в реконструкцию вот этих вот застенок а там они действительно катастрофичные в своем состоянии лучше построить что-то новое но найдешь но это как минимум будет новая какой-то но можно то есть это не у главы сизо там что-то появится дом это будет побег и шоу сразу видно у тебя нет чиновничьей жилки потому что на реконструкции можно больше отмытения чем на строительстве постоянно дом директора троллейбусного депо можно найти по проводам уходящим в лесопарковую зону хорошие новости для тех кто смотрит нашу передачу субботу с утра потому что газ для населения со следующего месяца подешеве на 20 процентов вот ну все и будет 3255 гривен за тысячи кубометров хорошие новости быстро заканчивается потому что уже на этой неделе был подписан меморандум о том что штаты будут поставлять в украину сжиженный газ вот как минимум там процентов 30 жиженного газа мы будем иметь ежегодно а зажимный газ он дороже чем 3200 25 точнее 30 процентов газа будет иметь нас наверно получается качестве доллара бога как всегда если немножко присмотреться превращается в зраду но вы зря вообще так что потому что мы почему плохо жили потому что возможно у нас был газ не сжиженный да конечно как бы жиженый и еще это было россии это не факт василий это еще более российский газ а теперь будет американский больше на американском газа на самом деле это будет молекулы американские они не взаимопроникают и не смешивают по факту вы я вас разочарую но даже для покупать американский жиженный газ он все равно будет российский по замещению тут радонько точно это ты ты считаешь что по документам он венгерский сейчас внутри что российского возится в чехословодский качественный потом в баночках будут возвращаться к нам только уже под американским брендом на самом деле не так но стрихот перебить логистически будет поставляться тот который ближе но по бумагам он конечно будет америка жиженым никакой вообще разницы нашему телезрителю объективно цены это конечно нет это есть разница для людей которые занимаются транспортировкой они там себе перекладывают заработали я думаю я это не увидим даже не уже или подорожали тем более на снижение точно не увидим подорожание увидим я не люблю вводить шоковое состояние телезрителя потому что он подумает что сейчас он придет нифига не придет 5 с половиной миллиардов в год всего вы не то что вы человека человека загадка хотел сказать это наше будущее я про объем договоренностей да там буду это немало саша 30 это нас мы потребляем это немало но это и не все поэтому вы когда думаете заметят не заметен у нас у нас у нас кому-то придет и американский газ по трубе в квартиру до кому-то придет венгерский нет а вот интересно как украина в шоке кому-то это должно что только зажигает до конфорочку и тут она такая звездополоса не там флага откуда пришлось и заиграла моточка а если начинаешь петь гимн украины то счетчик в обратную сторону будет мотать нет газ выключается светом это точно толпе зарабетчан на этой неделе ломились сторону украины точнее не на этой неделе а когда начинался карантин а теперь на этой неделе не ломятся в обратную сторону вот то есть на границе снова коллапс как только открыли погранпереходы включая вот до знаменитой шагини я можно ходить пешком опять образовалась давка только уже в обратную сторону то есть реверс пошел у нас реверса зарабетчан люди пересидели карантин дома и решили вернуть необычного того что миграция постоянно происходит кто-то ожидал что она перестанет происходить клубников больше не будет расти или что люди ходят туда зарабатывают деньги и люди приходят сюда коронавирус но это как по картины порошенко они начали сюда ввоз потом вывоз коронавирус никаким образом нет не отменяет то что человеку нужно кушать да и содержать свои семьи никто не знал никто что нужно коронавирус мойте новость сегодня было что премьер-министр украины шмагаль подготовил как раз программу действий связи с коронавирусом наконец-то ведь мы готовили и вместе с аналитическими центрами шесть недель примете почему у нас был карантин они программу готовили подготовили но сейчас уже не актуально но на вторую волну у нас есть заготовка потом осенью такой раз и это не актуально надо заново не актуально заново надо апгрейд делать потому что весеннюю продажу как в футболках а сейчас как бы уже не был сезон весна-лето а теперь надо осень зима да ну вообще круто они готовились готовились и летом когда в принципе пандемия уже уйдет они выдадут эту программу презентуют нам искать не мы будем знать как надо было сделать раньше искать смотрите мы были готовы вы говорите что мы не готовы а у нас программа уже и на все случаи жизни мастера спорта по борьбе с коронавирусом должны быть всегда готовы кстати но не чемпион про шагини и про польши в польше разгорается скандал вот украинские огурцы украинцы украинские огурцы под прикрытием польск проникли проникли сеть супермаркетов бедронка где под видом польских огурцов их собственно продавали за что теперь их я так понимаете монопольный или кого-то там комитета до огурцов собирается штрафовать эту сеть супермаркетов на 10 миллиардов злота как вам слушай в украину заехал российский вот это было зарано так рада не от как бы а тут а много новостей в одно первое то что польский огурец надзор работает выявляет наши огурцы и потому что они все-таки проникли куда там в пробинку бедронка в бедро не каждый в бедронку проникну василий редис туда сколько лет добивай василий не послушаю огурец надзор это как вот такой не польский огурец о польский по вкусу вот дроники картошечки там в бедронке классная новость между прочим из бреста картофельные войска пошли на бедронку начали а может это наши кстати запеча не везут огурцы может быть там вармана огурцы зарбитчане огуречный провод какой-то а сейчас огурцов а в чем главная претензия к украинским огурцам как же претензия не огурцам а потому что их выдавали за польские сейчас идет такая компания во всех странах все ресторанизм покупая собственного производителя там поддерживали своего по своей властной огурок а тут такой заговорил а то такой поляк приходит супермаркет поддержу польшу польска афи покупает украинский вред салат режет польский какой-то огурцы украинские и у него не складывается не понимает а вас не смущает что огурцы по факту зеленый каких пропускали через границу непонятно через пеший или или по воздуху не перелетали по воздуху они проросли в польшу усиками огурцы усиками александра усика это методик это точно усика не попадает название дать торговой сети бедронка какая торговая сеть такие такие огурцы я не ощущаю что наши огурцы могут прорасти и в японию потому что в японии на этой неделе было принято решение выплачивать туристам до 185 долларов в сутки за пребывание в стране каждый огурец может в японии смысл берешь огурец японская провидится они разработала программу ваучеров для туристов соответственно любой турист летающий в японию может если он забронировал какое-то жилье потом за жилье заплатить этим ваучером вот до 185 долларов в день также этот ваучер можно предъявить в ресторане в кафе на него поесть вот как они стимулируют ребята вместо того чтобы собирать туристический сбор сделали туристический дар да вообще классно ну короче мне кажется на пешком выдвигаться в сторону японии между прочим пешком должна была сделать бы украина для того чтобы сюда туристов привезти придумать какую-то систему огурец давать например какое-то льготное там посещение каких-то музеев для большинства может быть удивлением что в польше это знакомый всем сырок янтарь знаешь как называется бурштин бурштин серьезно серьезно польский сыр называется бурштин ну как как-то подняться можно то есть можно под видом сырка бурштин давай здесь не нужно тут наверное затонерская область а что это у вас там в пакете русские а чё они желтые гораздо круче была история как этот госпожа фаре он небезызвестная она недавно вызвалилась не в сторону там кого-то из депутатов она реально атаковала самовую массу машенька вот то есть понимаешь она сказала что может быть марусь к маруся еще что то но машенька не может быть это серьезно говорит человек как бы взрослый человек, который говорит, который был народным депутатом. Который был народным депутатом. И я себе подумал, ну, с другой стороны, давайте, смотрите, экономический кризис в Украине есть? Есть. То есть, это проблема. Проблема трудоустройства. Пришел коронавирус, вообще плохо. А теперь что? Еще одна беда свалилась? Сырковая масса Машенька. Слушай, Машенька, я тебе больше скажу, я думаю, что скоро и Янтарь, и минут Бурштейн, чтобы все было... Чин-чинарём. В Машеньку. Чтобы цены на него поднять сразу в магазине. Если он не сырок Янтарь, а сырок Бурштейн, то он уже будет стоить... Ребята, я больше скажу. Следующий на очереди приготовится сырок Дружба. Какая Дружба? В стране, где ее нет. Какая Дружба? Доказано обурцами. Нет Дружбы. Новости конспирологии. В Украине разработали чип, который вживлят им людям сейчас в вакцинации. И это не шутка. Пок и Билл Гейтс думают, куда и вставляют эти чипы. Украинский завод Новатор. Представляю новитнюю разработку. Ну, новатор, ну, логично, да? Якуб планует вживлять людям сейчас вакцинации вид вируса SARS-CoV-2? Пока что плата 30 на 30 сантиметров. Но на спине можно найти место. Сказал директор завода. Два USB разъема. Два USB разъема? И так, и тебе на спину так хрясь. Но! Там еще есть и резетка 220. И стабилизатор напряжения. То есть можно заряжать прямо в себе телефон. А что? Или в аэропорту так подключиться. Почему смеетесь? Там еще и первый канал может принимать. Нет, это какого-то нано-тех технологии от Новатора. Суспильное. И должно быть Суспильное. А не первый канал. Потому что первый канал, то там... Это было бы... Нам их не надо. Да, пока что... Но пока что... Завода Новатор не удалось найти добровольцев, на которых можно было выпроводить вот этот чип. Я не понимаю, почему... Тому потрясена державная поддержка. Директор завода Новатор не хочет себе куда-нибудь чип засунуть. Флешку. Нет, флешки у нас другие. Специализируются по флешке. Я, между прочим, вот по той флешке... По той флешке. Мне интересно было. Ну, флешку с Гиркиным-то понятно. Это по Гордону флешки. А куда ушла флешка с Паниным? Туда же. И где этот... Собственно... Где их собирают, эти флешки? Потому что была информация, что ГАГский трибунал, который очень любит Гордон, сейчас закрыт на карантин. Вообще не работает. Ну, вообще там как бы... Санитарный день. И расследование это не ведется, насколько мне известно. В таком вот виде. То есть туда можно послать то что угодно. Конечно. Я не его подождал. Я не его подождал. Я не его подождал. Я его подождал. Я его подождал. Вызвался бы добровольцем с чипом, с платой. Ну, Гордон. И не надо было бы флешки носить все с собой. На себя записал. На себя записал, да. И сказать, я готов поехать в ГАГу и там... Стать носителем информации. Стать носителем. Кстати, туда засунуть платы. А вот твой USB-разъем. Не, ребята, вот вы смеетесь, можно еще и... И подключиться. На себя потом план побега нанести. Все, что хочешь. Это же ты просто чистый лист. Можно сразу... Нет, я так понимаю, что ищут добровольцев, да, Кирилл? Конечно. Вот я думаю, одним из добровольцев может быть министр спорта Румынии. Потому что на этой неделе он дал интервью, забыв надеть штаны. От выходить на соседание на... Аж до речи. Ну, ничего нового. У нас господин Маламуш проделал ту же самую операцию в свое время. Да. Да. Но мы можем констатировать, он был в чем-то хотя бы. В касте, в пиджаке. И мы не знаем, о чем они говорили. То есть мы-то думаем, что это новость, а ему говорят, а вы в чем ниже пояса? Да, были детскую считалочку. Кто не видел трикотаж, детский мир, второй этаж. Что вы там, трусов не видели? Нет, но мне понравилась реакция ведущего. Такой ап. Как бы... То есть он думал, в чем он там сидит? В юбке. Голый. В юбке. В юбке, ну. А мог же сидеть и голый. И так случайно. Тогда бы пришлось новости как-то уже... Как фамилию? Может, 23.00 показывать? Нет фамилия? Нет фамилия. Есть фамилия? Румынская фамилия. Еще бы. У Румына? У Румына румынская фамилия? Министр по делам молодежи и спорта Румынии Ионус Строе. Вот. Вот. Ионус. Ну, это имя. Ну да. А Строе, это фамилия. Строе будем все ходить. Ну, вообще ничего плохого. Молодежи и спорт он, да. Ну, по-молодежному. Стильно? Он спортивно. Молодежно. Спортивно продемонстрировал. А там вообще... А вообще можно было... Тут должно быть место для вашей рекламы. Да, между прочим, он был как раз в боксерах. Такой тип плавок называется боксеры. Поэтому то, что видно сразу, что спорта, понимаешь, молодежи и спорта. Профессиональный взлет на плавки. Мне просто кажется, что там должны быть плавки с флагом Румынии должны были быть. Может быть, в этом скандал. Если бы он был... Это сразу призназа их зарплатить. Подождите. Если бы он был в семейных трусах, тогда это молодежи. Он должен был быть там с семьей. А в боксерах тогда спорта. В семейных это маломуж, Саш. А тут маломуж. И ему говорят, вы как маломуж? Он говорит, нет, другие. Маломуж, он просто другой уже возрастной категории. Он не до молодежи уже. Он категория 50+. Нет, ну слушай, другая страна, другие обычаи. Там просто уже все... А может у них все так делают? Может это нормально. А вообще мы, может, мы не знаем. А может быть у них теперь во время карантина вот так на телевизоре происходит? Берут у тебя интервью и ты должен показать. Докажите, что вы дома. Он говорит, смотрите, я в домашнем. Нет, подожди. На карантине у тебя есть пижамные штаны рабочие и пижамные штаны для сна. Они же очень отличаются. А могли спросить, говорит, а вы же много получаете? Может они зарплату обсуждали? Он говорит, да, я говорю, вот в мастерах сижу. Малюсенькая зарплата у меня. Малюсенькая, говорит. А у вас там холодно? Он говорит, смотрите, холодно. Да, холодно, отопление. Дорогое промыть. Раз мы начали про спорт, любимая рубрика Алексея это, собственно, эпопея с Александром Усиком. На этой неделе она уже перекочевала женский лагерь спорта. Так вот, украинская спортсменка, профессиональный боец ММА Елена Колесник из Одессы записала видеообращение к Янине Соколовой, которая ранее раскритиковала Усика, но уже про Усика забыли, у них свой междусобойщик. Турнир начался, Кирилл. И вызвала ее тоже на какой-то там дуэль или на что. Это начался турнир. Да, на турнир. Даже кусочек видео мы сейчас вам покажем, как это было снято. Это не более чем хайпануть на имени всемирно известного, легендарного украинца. Куда вы лезете, Янина? Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, спортивный подзатыльник, не знаю, просто подраться, вам стало интересно это. Я предлагаю вам свои услуги, как женщина-женщина. Я не знаю, жалеет ли Усик вообще, что он ввязался во всю эту историю. Это, конечно, очень смешно было, когда какой-то неизвестный парень-спортсмен откуда-то решил там вызвать его и на полуграмотном языке... В трекол в цветах Порошенко. В цветах, в форме, похожей на министра спорта Румынии. Да-да-да. Скажем так. Ну, я думаю, ему Порошенко уже картину одну обещал. Решили все похайпить, понимаешь, и вызвать чемпиона на бой. Он бы сейчас в репу получил, понимаешь, и все бы его запомнили как человек, который дрался с Усиком. Ну, то есть человек мог себе построить карьеру. Ну, собственно, такие мысли и были. Но с другой стороны, у человека контракты, спорт и другой вообще совершенно уровень. Где ты, где он? Ну, как бы... Честно говоря, когда Кирилл говорил, любимая рубрика Алексея, я думала, что будет опять про секс в Бугингенском дворце. А тут все так с полцем. Это постоянная рубрика. А у нас Алексей любит. Секс Алексея в Бугингенском дворце. Почти что, да. Еще один друг нашей передачи, заочный, Андрей Богдан, на этой неделе появился опять... Скажу, что... ...в медийном пространстве, или даже в оффлайне. Вот, пришел в зоопарк и поссорился с животным. Андрей Богдан... Политический конфликт в зоопарке. Вот он сделал, как козлозауха, за что, я думаю, Гринпис ему уже привет передаст. Вот, назвал его «Козлина ты дурная». Вот. Ну, в общем, отвратительное поведение. Давайте спорить. Бил и держал собаку в плену. Да. Маленькую. Вы не считаете, что козлина дурная. А мы просто на самом деле не знаем, что козел ответил Богдану. Ребята, мне кажется, что просто запикали ворами. А может быть, он представился. Мне интересно другое, что когда ходит Андрей Богдан в зоопарк, за ним кто-то ходит с камерой. Вот. Кто снимал? Не енот ли? А мне кажется, Андрей Богдан просто привык... Не штатный корреспондент енот. Привык лексиконную общение в офисе президента. Он так, наверное, там ко всем обращался, да? Так дергал. Почему в офисе президента? Это Верховная Рада. Олег, выноси. Козла. Я думаю, что все знают. Я просто не помню, какие журналисты снимали Богдана в зоопарке. Мне интересно, с какой целью... Мне кажется, это он сам. Ну, либо девушка снимала Богдана. То есть, есть третья составляющая. А кто это мог снимать? Ну, непонятно. Еще и вот так. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что девушка Богдана снимала, а потом сбросила это видео. На цензорное. А может, она просто не туда сбросила? Ты не думал об этом? Она хотела ему сбросить. Ему хотела сбросить? А случайно отправила журналист. Ошиблась, ошиблась чатом. Ошиблась и такая поставила галочки. Все с ней. Ребят, ну бывает, не только могли так ошибиться. Кирилл, кто там еще ошибся чатом? В Житомирской области оштрафовали учительницу за обнаженные фотографии в Вайбер-группе. Видите, какой суровый Житомир? Фотографию тоже сейчас покажете? Оштрафовали ее аж на 51 гривну. Фотография нам больше не тянет. Я помню своих учителей, и если бы в наше время был Вайбер, и туда бросали они свои фотографии, да простят меня некоторые замечательные эти женщины, то деньги надо было бы платить нам. А может, это было на самом деле домашнее задание? Вы же не знаете? Может, как бы... Домашнее задание учителем. Да, или от учителя. Вот она, я жду вашу фотку. Делайте, как я. На карантине. Да, с Петром Гавриловичем, трудовиком. Как у министра Румынии. Говорит, мне от 11-го Б скрывать нечего. Класс. И отправила. И отправила. Вот, кстати, ты же тут говорила же про Алексея Петровича. А может, это только анатомию? Вы же не знали? Ну, вдруг это... Кстати, а может, на биологичка? Анатомичка, да. И хотела показать. Я же там раздел у нас человеческой анатомии. А дети не видели никогда. Возможно, в вайбергруппе была дискуссия. И как бы Николай говорит, Тамара Ивановна, а где, простите, находится 12-перстная кишка? Она говорит, ну как, где? Вы что, не знаете? Вот. Зато, если бы... Глотнула зонт. И раскрыла. В вайбергруппе была спотгруппа учителя по трудам, то он бы мог всех рекомендовать отправить, знаете, куда на труды? На строительство, ты уже говорил про лиценюка, нашумевшего его масштабного проекта «Стена». Не он устроится. Вот, и эксплуатация их переносится уже на 2025 год. Общая стоимость проекта возросла до 4,1 миллиарда гривен. Я думаю, нам тоже, как из SpaceX, помешали тучи, ребята. Смотрите, вылыка украинска. Да. Каждый год по 400 миллионов как в сырую землю уходит. Как в сырую, так и в сухую. И в сухую. Зато кабаны не могут бегать. Так кто? Кабаны раньше вот так через границу бегали, 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 бегали. А теперь там так воров. Теперь я... Попробуй пробежать. Теперь пройдут. Огурцы должны прыгать. Не, вообще, ну, так может быть только у нас. Новости международки. Давай. Джо Байден, который, скорее всего, будет фаворитом от демократов в борьбе с Трампом, начал, собственно, путаться в своих высказываниях. Вот у нас есть видео о том, как Джо Байден прямым текстом в эфире сказал, что я собираюсь на выборах побороть Джо Байдена. Да. И ты не ослышал. Джо против Джо. Вот он собирается побить Джо Байдена. Как вам? Ну, может, и победит. И даже потом... На выборах... За кого вы говорите? Джо Байден против Джо Байдена? Ведущий его не поправил, а кто не поправил. Посмотрите, что я с собой сделал. Представьте, что я сделаю с вами. Кстати. Да? Нет. Я отхлестал. Себя. Вещь в себе. Ну... Нет, а может, он просто имел в виду, что у него вообще нет конкурентов. Какой Трамп? Я боюсь сам с собой. Победите себе Джо. Он просто забыл в этот момент. Не, ну, слушай, там и Трамп его не кисло протроллил-то. Не, так а уж он просто говорит, что он сам себя боится. Знаешь, а козу зовут Маруся, я сама ее боюсь. Конкурент? Я. Да? У меня нет конкурентов. У меня нет конкурентов. Я. Твой конкурент. Одна надежда на твиттер. Потому что твиттер пометил запись Трампа как недостоверную. Вот. Ну, во что, собственно, Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве выборы. То есть у них уже твиттер сам цензурирует Трампа. Скоро надо будет цензурировать Джо Байдена. Твиттер Кремля. Он просто в фейс-средине прошел, и все. Твиттер Кремля. Самое интересное, что там, где вот эту новость, вот твиттер вот так пометил, а там, где Трамп перетвитерил кого-то другого. Ретвитнул. Ретвитнул, да. Какого-то другого деятеля, где, среди прочего, в новости было написано, что Хилари Клинтон шалала. Именно так. Твиттер никаким образом не отреагировал. А вы слышали, как это сказал Яковл? Хилари Клинтон? Своих уст, это вообще просто перфекто. Саша, нам надежда на Мишель Обаму осталась. Ну, серьезно, и твиттер там никак не прореагировал? Можно просто твиттер... Просто твиттер превращается в стену, на которой можно написать, что кто-то плохо себя ведет. А может, твиттер просто хотел, чтобы... Ненадежно. Трамп? Одну тысячу рублей, да. Именно рублей? Да, и он там пометился, как надо. Рублей. Точно. Ну, а что у Трампа еще есть? У него только рублей есть. Ну, как минимум, поддержка, поддержки за океаном. Гереть Хилари Клинтон. Там он весь в рублях. Вася, вы еще какие-то новости готовили к нам, идя на программу? У вас что-то там в закромах, в загашничке-то? Опасные какие-то новости от Апаса. Давайте что-то... В завершении нашей передачки какой-то новости от Василия Апасова. Мы можем сделать другую штуку. У вас же тут ребята с чем-то приходят, да? Ну, я думаю, чем можно завлечь ваших телезрителей так, чтобы мне было приятно. И я придумал. То есть, у меня же есть YouTube-канал, который называется... Серьезно? Апасов. Да. Неожиданно. Мы приглашаем интересных людей. Креативная группа работала. И болтаем с ними на интересные мне темы. Вот. Иногда они еще интересные зрители. Не пожалуйста, мне. Ну, конечно, мне. Потому что, в первую очередь, эта работа должна нравиться вам. Да. И смотрите, у нас будет ряд интересных гостей в ближайшее время. Интересных вариантов. И главная претензия в комментариях, которые нам пишут, почему вы не делаете это еще и в прямом эфире. Мне трудно объяснять технически, что это не всегда бывает очень просто. Состыковать график гостя, твой график коллектива и тому подобное. Но я придумал, как выкрутиться. Мы будем анонсировать гостя. Да. И ему можно будет ставить вопросы. Причем я обещаю, что вот первым там несколько, пускай, трем людям, которые сейчас напишут... Сегодня, кстати, будет прямой эфир, также в субботу. И в четверг у нас был прямой эфир. То есть мы будем вот так вот выстраивать еще и общение с гостями. То есть я проанонсирую. Первые трое людей, которые скажут, что они пришли из этого эфира, могут поставить... С КРТ, с трех кандидатов. Могут поставить три вопроса, и я без редактуры задам их гостю. Опа. Просто без редактуры. Вот прям вот со всеми этими вещами, которые запикиваете, вот прям могу... Класс. Да. Да, поставлю. Для этого, кстати, нужно подписаться на мой YouTube-канал Апасов. Обязательно. Я проверю это условие. Я даже чувствую, что первыми гостями прямого эфира почти что будут хорошо известные вам ведущие. Если вы вдруг удивитесь, можете им как раз написать все свои три вопроса. Долгожданно. Такое тоже может быть. Так что, тогда... Подпишите, кстати, тоже еще и на канал КРТ, и на каждого из нас подпишитесь. Подпишитесь. Колокольчики, лайки, комментарии. На посредок я вам скажу, что вместо каштанов в Киеве высадили можжевельник. Почему высадили можжевельник вместо каштанов мэр Кличко объяснить не может, а мы вам объясним в следующую субботу обязательно. А в этот раз у меня был звездный Василий Апасов. Сверкающий. Лучезарный. Спасибо, Василий. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова